Вот как раз когда я разбирался с камерой, я уже её всё включил, как раз начинаем. Значит, следующую тему, которую мы сегодня затронем, значит, то у нас было управление ресурсами центрального процессора. Идём дальше по нашей такой большой иерархии, да, это следующее, это управление таким ресурсом, как память. В данном случае будем подразумевать пока что оперативную память, а не системы вторичной памяти, хранения. Как всегда, начнём с самого основополагающего. Какие задачи управления памятью стоят, собственно говоря, в операционной системе у менеджера памяти? Первое, как я уже сказал, самое простое – это распределение ресурса типа память между различными процессами, которые за неё конкурируют. То, что, как правило, памяти никогда не хватает, это ограниченный ресурс, по сути, своей. Так же, вполне очевидно, как и в любом случае, управление этой памятью должно осуществляться каким-то образом эффективно. То есть, что хотелось бы – это максимизировать использование памяти, ну и получить такие дополнительные бонусы, как изоляция процессов, то есть защита доступа одного от другого и неким образом вести абстракцию, то есть абстрагировать сам процесс доступа к памяти в некотором роде. Зачем – это я уже дальше поясню. Извините, а сколько примерно процессов в системе средних работает? Очень легко посмотреть. Чтобы не быть голословным, правильно, да, то мы запустим хотя бы Task Manager. Там же не всё. Нет, почему? Там всё. Да, то есть вот у нас есть PID и вот у нас есть вот это вот число процессов. То есть, если мы посмотрим сюда, то здесь в этой строчке написано, там не видно, 80 процессов. То есть, ну, в данном случае у меня тут запущены там веб-браузер, PowerPoint в качестве презентации, ещё вот у меня тут фар-менеджер запущен. Ну, то есть там много достаточно всего, но, в принципе, где-то так вот можно об этом судить. Вот другой вопрос, если бы вы сказали, спросили, а сколько памяти сейчас используется? Так нет, это был следующий вопрос. Сколько памяти хочется каждый процесс, сколько памяти, сколько реалии? Дело в том, что это очень сложно, на самом деле, измерить. То есть, вот, казалось бы, это просто, да? Сколько памяти требует процесс? Есть там папочки с описателями, с памятниками, которые описывают, сколько там процесс кушает памяти? А вот сколько ему требуется? Вот по теории мы сейчас расскажем. Адресное пространство каждого процесса, ну, для 32-битной системы, так условно говоря, 4 гигабайта. Каждый процесс как бы имеет, да? Ну, в случае, если мы ещё более специфик, там Windows, допустим, да? У него 2 гигабайт на адресное пространство для случаев 32-битной архитектуры. То есть, 2 гигабайта занимает ядро адресного пространства, 2 гигабайта пользовательский процесс. Так вот, как сказать, сколько он, на самом деле, потребляет? К каждому процессу 2 гигабайта. Перемножим, вот, уже цифр к себе здесь. Это же виртуальная память. Хорошо. Ну, а вот, как её определить? Реально, сколько вот там? Сколько виртуальной памяти отображены в реально физической странице? Нет? Ну, этот процесс, он, в принципе, идёт непрерывно. И вот тут, нет, почему я так заостряю на него внимание? Да, вот, если мы посмотрим, тут вот есть… А можете по памяти отсортировать? Да, вот смотрите, сейчас сделаем. А вопрос, по какой памяти? Нет. Просто… А вот, если мы сейчас посмотрим в наш Таскменный загадан, то вот у него есть… Вот я сюда вывел специально… Да. Вот. Вот. Ну, оно там больше не станет, к сожалению. Не очень хорошо видно, но тем не менее. Вот здесь вот я вывел колоночку, я её подсветил сейчас. Называется Memory Private Working Set. Вот. Есть какая-то она. Вот. Мы можем по ней отсортировать, да? И увидеть, что наша всеми любимая новая версия интернет-эксплорера, которая показывает несколько открытых вкладочек потребляет якобы 126, условно говоря, тысяч килобайт. Вот. Но. Что здесь ещё интересного есть? Если мы сделаем… Вот. То здесь у нас вкладочек, колоночек касательно памяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Можешь мне просто рассказать, что там за память? Да, конечно. Вот для… Может, закроем свет включить? Нормально, нормально. Ну, вообще, желательно, конечно бы, свет… Нет, я думаю, так очень плохо будет записываться. Лучше… Да, окошко лучше у вас закрыть, а окошко закрыть можно. Да, окошко можно закрыть. А свет мы… Можешь подкнула закрыть? Свет мы всё-таки включим, потому что иначе потом на видео выходит вообще практически не разобрать. Ааа… Гениальный выключатель. Ну, это евроремонт же здесь. Что вы говорите? говорите вот ну может он дабл клика пробовал требовался я не знаю вот так вот вот видите что нас отсылает к тому чтобы поговорить про управление памятью а дело в том что у нас есть на самом деле сейчас я их вот всех открою но это неважно и они просто я сдвину сейчас вот это working сет дельта я думаю нам неважно так вот смотрите как мы поступим вот здесь есть достаточно много разных показателей памяти даже в task manager встроенном есть намного более интересные утилиты по типу процесс explorer и всех всех прочих еще там несколько разных клонов этого процесса explorer было написано который показывает еще более интересную информацию так вот прежде чем мы мы вот вернемся к вот этому мы в начале сейчас как бы некоторые базовые понятия посмотрим а потом я расскажу по колоночкам еще вот что как вот это вот но в последнее время microsoft очень любит говорить такую вещь последнее время это уже началось с вами свисты еще вот если мы посмотрим вот сюда вот да то вот этот компьютер он имеет 4 гигабайт физической памяти физической здесь работает 64-битная версия операционной системы соответственно процессор тоже мд и как мы здесь видим у нас здесь написано такие две достаточно замысловатые фразы то есть физическая память всего 4092 мегабайта доступно 2304 мегабайта свободно 792 мегабайта здесь наверное можно будет говорить все оставшиеся лекции о том какая разница между двумя понятиями свободно и доступно казалось бы если она свободно то зачем если она доступна то почему она не свободна вот ну все-таки здесь уже вот в более ранних версиях операционной системы windows скажем версии хотя бы нт 4.0 там ясность была гораздо более лучше и можно было это наглядно увидеть но видимо в последнее время компания microsoft захотела как-то обосновать те возросшие требования к операции к оперативной памяти которые появились в своей операционной системы и вообще понятие такое как свободная память она начала неким образом расплываться и их девиз начал быть такой память не должна простаивать если она у вас свободна значит она у вас не работает она должна использоваться операционной системой в принципе подход логичный но мне как пользователю не совсем понятно когда у меня вот начинают все подряд отъедать память и в итоге и почему-то становится мало то как бы логичный вопрос хорошо что она используется но эффективно ли она используется вот это уже другое дело там тоже есть свои минусы к сожалению вот там была проблема с именно с вот этим индексатором который который любил потреблять все свободное и не свободное время центрального процессора еще и отъедать достаточно весомый кусок памяти но эту проблему к счастью они быстро решили все-таки компании apple в какой-то мере оперативно решает вопросы и выпускает обновления но по моему в статье википедии есть соответствует соответствующая ссылка на то как что и у компании apple было достаточно немало провалов вот но тем не менее как бы это все достаточно интересно и об этом можно долго говорить но вернемся к нашей памяти вот мы сейчас как бы рассмотрим как все-таки некоторые примитивы основные вот я так думаю что про память мы на самом деле будем говорить еще как минимум на следующей неделе мы тоже поговорим про память но уже более специфично так вот к тоск менеджеру мы еще вернемся я его сворачиваю у меня такое подозрение что в курсе низкоуровневого программирования так называемый нуб вы уже затронули организацию памяти это так прекрасно я сегодня тоже буду говорить пространить сегменты но так как вы уже об этом знаете поэтому мы не будем на этом делать какой-то акцент мы не будем преподносить это с таким пафосом как можно было бы но тем не менее при обсуждение детали и не детали а в общем построение менеджер памяти в операционной системе он все-таки достаточно плотно нацелен на ориентирован на архитектуру вот ну тем не менее давайте пройдем значит какие вообще есть инструменты управления памятью которые мы сегодня затронем тем или иным образом а может быть мы и не затронем пока еще вот первое самое простейшее это так называемый регистр base limit или регистр база тире предел вот я думаю достаточно хороший перевод базы и предел я думаю будет понятно о чем речь потом второе то слов в низкого уровня программирования понятия свопинга таким образом водилось хорошо а это просто список скажем это не сортированный список вот он сорта лист далее как инструмент мы рассмотрим страницы таблицы страниц далее сегменты и таблицы сегментов и потом мы затронем страничные прерывания печь фолты и виртуальную память да ну мы сейчас просто пока что это просто так слов скажем все это слов а потом уже как бы будем уточнять что это вовсе там не операция валютного слопа там на какой бирже это не просто обмен каких-то чего-то с чем-то как в переводе с английского языка а что это именно такая архитектурная штука в плане управления памятью так вот прежде чем переходить в дебри того что так слайды оказывается не совсем верно вот хорошо сказать что у нас есть вообще вот прежде чем мы там будем сейчас опять издалека подходить или там наоборот рассмотреть какие-то мысли вот что у нас есть вот на столах скажем стоит и там где-то еще располагается значит основным инструментом механизм абстракции современных операционных систем является виртуальная память то есть виртуальная память у нас на самом деле везде сейчас используется почему то есть ну какие очевидные преимущества во первых это эффективно использование реальной памяти то есть виртуальная память позволяет не иметь всю программу полностью резидентной в памяти позволяет подгружать выгружать тот самый своппинг осуществлять ну и то что на самом деле большинству программ не нужны сразу все данные то есть им нужно что-то как-то какими-то кусками второе это то что предоставляет виртуальная память представляет гибкость то есть самой программе вот как я сейчас уже в начале сказал каждый процесс предполагать что ему как бы доступны вот два гигабайта адресного пространства а в случае 64-битной архитектуры это уже другие цифры но в принципе по сути своей сам процесс не обязан знать сколько физической памяти осталось в системе ему это должен быть вообще говоря безразлично каждый процесс должен во-первых быть готовым потому что любая операция выделения памяти закончится отказом и второе он должен рассчитывать и объем памяти исходя из того сколько ему нужно а не сколько есть системе так вот ну и третье с чем виртуальная память так хороша почему она используется до сих пор это то что позволяет организовать изоляцию защиту адресных пространств друг от друга ну естественно что виртуальная память требует аппаратной поддержки без этого как бы никуда не деться тут такие вступают понятия как memory management unit translation look inside buffer таблицы страниц страничные прерывания и все 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 с этим связаны опять таки я возлагаю большие надежды на ваш курс низкоуровневого программирования что вы с вот этим вот каким-то образом может быть столкнулись там на уровне скажем так печь фолтов скажем так на уровне 100 страничных прерываний то есть на самом деле вот это вот я имею ввиду это подключить вот этого пункта естественно кто на диск записывать все это вот но без без страничных прерываний которые поддержат аппарат и некоторых там битиков которые устанавливаются организовать это было бы достаточно сложно и неэффективно а так у нас есть возможность сделать более эффективно так вот мы сейчас будем много говорить о разных алгоритмах организации память но я часто буду обращаться к таким понятиям делаю к ним как бы отсылок тому эффективен данные тот или иной алгоритм или неэффективен так вот чтобы это знать напомним что такое фрагментация то есть по сути своей как бы ну так абстрактно говоря это в любом случае это неэффективное использование памяти то есть очевидный минус фрагментации как явление это то что снижается объем доступной памяти все очень просто но что вам нужно знать и четко предполагать на остаток вот этой вот лекции мы сейчас и будем говорить постоянно и сложно это то что есть два типа фрагментации это внешне это внутренней фрагментации во первых и внешней фрагментации чем они различаются внутренней фрагментации когда выделяется больше памяти чем чем запрашивалась то есть некий кусочек памяти не используется и внешняя фрагментация это то когда свободная память в процессе выделения или освобождения разделяется на мелкие блоки в результате а некоторые запросы на выделение памяти не могут быть обслужены то есть здесь очень все достаточно просто хотя нарисую потому что это у нас все-таки пройдет такой красной нитью собственно говоря на самом деле станет вполне очевидным почему у нас она называется внутренней или внешней вот допустим у нас там есть наша память адресовое пространство нет вот смотрите как неважно в силу чего вот у нас память в ней поступает запрос на выделение блока длиной n-байт вот у нас система неким образом любым любым алгоритмом абсолютно любым алгоритмом выделяет кусок памяти но в силу того что алгоритма выделения вот этого кусочка памяти они могут быть совершенно разные и очень часто реально выделяется не ровно n-байт а выделяется выделяется на самом деле n плюс к где к некоторый кусочек к может быть как 0 так и вполне достаточно какое-то значение то есть она переменная потом это будет очевидно но факт что все аллокаторы выделители памяти работают вот таким вот образом то есть практически никогда не выделяется ровно столько памяти сколько запрашивается процессом там программы кем угодно все все что угодно то есть это управляющие структуры это гранулярность выделения это блочность выделения то есть это все зависит от того каким алгоритм так вот почему я все это начал вот вот то что внутри как бы вот у нас вот выделен вот этот блок памяти да и внутри него есть неиспользуемое пространство то есть он запросил n-байт ему выделить n плюс к к у нас в данном случае неиспользуемое пространство так вот это и есть так называемая внутренняя фрагментация то есть она внутри этого блока фрагментация почему потому что вот это вот вот эти к они потом при многих разных блоках накапливаются и фактически они вроде бы как бы и есть но использовать их нельзя вот это внутренняя фрагментация теперь дальше вот опять таки в нашем в нашей памяти до выделяется много каких-то кусков английским словом чанг назовем их но процесс динамический вот выделился этот выделился другой кусочек там вот такой выделился еще выделился еще выделился еще один какие-то из них освободились в результате у нас выходит что у нас этот занят этот занят этот занят вот два свободных да а у нас поступает запрос на то чтобы выделить вот такой вот кусочек памяти отсюда суммируя вот этот вот первый и второй свободные блоки у нас есть столько свободной памяти даже вот здесь еще там третий свободный блок у нас есть вот сколько у нас много если мы их по размеру сопоставим запросто как бы поместятся но в чем дело из за того что у нас вот это вот здесь размещено мы не сможем удовлетворить вот этот запрос и даже при наличии вот такого вот большого объема свободной памяти наш аллокатор будет вынуждена отказать потому что вот возникла фрагментации так вот это явление называется внешней фрагментации то есть как видите она по отношению к блоку выделенной памяти она располагается снаружи то есть вот они у нас вот это все ну нет на самом деле здесь уже все достаточно проработан это я сейчас расскажу как у каждого метода выделения есть свои преимущества и недостатки и вот решаются проблемы соответственно вот внешней и внутренней фрагментации ну вот это вот нужно как бы понимать я думаю она достаточно здесь теперь уже вам наглядно отображается в чем здесь дело в чем здесь проблема а теперь перейдем обратно уже к нашим к нашему менеджеру памяти нет это не настолько к сожалению просто если бы это было настолько просто то потому что следующим этапом там можно было бы сказать кстати говоря ожидал что вы предложите а почему бы нам не сгруппировать все эти занятые части в одну сторону а может быть иногда лучше там потормозить немножко как это как на диске запустить запустить программу дефрагментатор до диска она же не так давно было очень популярного и как бы подождать денек когда там все дефрагментируется потом иметь очень быстрый доступ ну вот что то что то есть сейчас посмотрим что вот так вот вернемся к нашей теме управления памяти ну как обычно как и большинство большая часть теории операционных систем все формировалось исторически и эволюционно то есть как бы самого начала программы напрямую пользовались физической памятью то есть операционная система загружала задание она выполнялась затем операционка его выгружала загружала следующее вот почему это об этом стоит сказать сейчас но вот во встраиваемых системах в них тоже достаточно сейчас часто применяется только одна задача загружается и программы имеют физический доступ ну конечно используя некоторые библиотеки чтобы улучшить этот экспириенс работы с эти с памятью страивные системы embedded systems микроконтроллеры скажем так и все другие специализированные устройства вот так вот еще одно понятие своппинг как мы его будем понимать сейчас то есть что это такое по сути своей чтобы не полагаться на интуитивное какое-то описание а скажем что своппинг это сохранение полного состояния программы на диск зачем это нужно он позволяет запустить другую программу сохранив ту выполнить другую программу а потом полностью восстановить предыдущую программу до такого до того состояния в котором она была до ее сохранения вот что нужно понимать под понятием своппинг и кстати говоря вот исторически почему вот почему сейчас там говорят там своп этот там файл под кашки своп файл там своп раздел на диске так вот исторический термин это как раз своппинг почему это замена одной программы на другую вот она откуда как бы все вот это и пошло поэтому мы такое понимание как бы будем его рассматривать вот ну как бы мультипрограммирование в чем смысл в том что одновременно выполняется несколько процессов и заданий соответственно требования к менеджеру памяти при мультипрограммировании это защита ограничить адресное пространство используемое процессами задачами осуществлять быструю трансляцию адресов то есть эта защита она не должна подтормаживать она не должна вносить существенную задержку ну и быстро переключение контекста между задачами значит это мы как бы идем исторически рассматриваем что и как было и почему так вот пришло введем понятие виртуальных адресов здесь нужно уточнить что сейчас вот как мы идем сейчас как бы по истории эволюции мы сейчас когда говорим о виртуальных адресах мы не имеем ввиду вот ту виртуальную память о которой я чуть ранее говорю мы к ней только начинаем подходить так вот виртуальный адрес это всего лишь независимость от физического расположения данных то есть как они данные располагаются физически в памяти неважно мы их можем адресовать используя некоторых виртуального адреса поэтому процессорные инструкции используют эти виртуальные адреса и соответственно процессор преобразует эти виртуальные адреса физически используя некоторую помощь от операционной системы соответственно адресное пространство это множество виртуальных адресов которые может использовать процесс просто и понятно и поэтому этого вот 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 именно вот это вот это самое начало того что сейчас мы на наших компьютерах называем виртуальной памятью в данном случае это гораздо более примитивные понятия сейчас я покажу как все это работало но если по простому то это просто преобразование то есть трансляции виртуального адреса физический без всех дополнительных вот этих вот опций которые появились сейчас и так какие методы вообще говоря реализации какие методы управления памятью существует самый достаточно простой это метод разбивки памяти на разделы фиксированной длины фиксированного размера то есть почему говорим фиксированным это значит что размер этих разделов процессе работы системы нельзя изменить то есть он одинаковый аппаратная поддержка здесь как раз именно в виде вот этих вот регистров базы и предел base limit преобразование адресов осуществляется просто элементарно физический адрес равен виртуальный адрес плюс база базовый регистр загружается операционной системы когда она переключает процесс защита тоже элементарные если виртуальный адрес больше чем база плюс предел то тогда наступает какой-либо определенной системой события там либо там отказывается в доступе либо там ошибка вводится не важно что важно что есть механизм который позволяет как-то это отследить вот так вот это самая такая основа основ которая была заложена преимущество очевидно это простой метод недостатков здесь достаточно много во первых это внутренняя фрагментация то есть разделом как правило выделяется больше чем требуется ну и внешняя фрагментация это то что требуется когда требуется большой объем памяти осталось всего лишь несколько маленьких кусочков методом фиксированных разделов никак мы их туда воткнуть не смотрим при всем желании вот как это выглядит если мы это посмотрим на красивом рисуночке то есть вот у нас виртуальный адрес он дает нам смещение соответственно есть регистр предела с которым сравнивается если с ним если виртуальный адрес больше чем регистр предела то сработает защита доступа если он меньше то к нему прибавится регистр базы и соответственно получится физической памяти вот как эти разделчики располагаются физической памяти тут в килобайтах приведено допустим там вот у нас регистр базы 6 килобайт регистр предела 2 килобайт то есть размер этого раздела и того 6 до 8 вот здесь вот этот процесс у нас будет адресовать вот здесь вот отображаться это виртуальное его адресное пространство на физическую память я думаю с этим должно быть все понятно это самый простейший случай далее что нам хотелось бы улучшить до логичным методом было бы давайте введем разделы перемен на переменной длины то есть опять таки разбивать наши физическую память на разделы уже динамически аппаратные требования те же это регистр база предел физический адрес опять-таки виртуальный адрес плюс база защита соответственно виртуальный адрес больше предела преимущество то что нет внутренней фрагментации запрос выделяется всегда столько сколько запрашивается но недостатки то что внешняя фрагментация получается за счет того что загружается выгружается задача остаются необъединенные дыры в памяти вот которые там и были мною показаны вот вот как выглядит схема с переменными разделами все тоже самое но здесь у нас есть вот свободное пространство показаны синим цветом значит какие придумали способы борьбы с внешней фрагментации в данном случае наш любимый своппинг приходит на помощь выгружаем программу загружаем ее по другому адресу исправляем регистр базы за счет этого получаем что с наше вот это вот все поджимается кверху у нас получается кусочек хорошей свободной непрерывной памяти который можно использовать для загрузки новой большой задачи но современный подход к решению этой проблемы это организации памяти в виде страниц тоже такой достаточно интересный термин то есть как бы отсылает нас к страницам бумаги печатных изданий или чего угодно еще но тем не менее он борется с двумя проблемами внешней и внутренней фрагментации внешняя фрагментация исключается потому но не не полностью исключается а уменьшается за счет того что блоки они полностью фиксированного размера причем что важно заметить и в виртуальной памяти и физической памяти они одного размера поэтому на самом деле это очень эффективное средство борьбы с внешней фрагментации так как обращаясь к нашему рисуночку то все запросы на выделение памяти они будут одного и того же они будут кратны поэтому не будет оставаться таких не кратных зон и второе внутренняя фрагментация то что блоки достаточно малого размера поэтому вот тот тот overhead который я обозначил к рисунке на доске он будет сравнительно мало ну а с точки зрения программиста процессом это виртуально адресное пространство кажется непрерывным от байта 0 до байта и вот это число n зависит от аппаратной поддержки то есть там если 32 бит архитектуры то соответственно там 4 гигабайта социским то образом там разделенные счет но тем не менее но в реальности вот эти вот виртуальных страниц распределены по страницам физической памяти далеко не непрерывно и далеко не один к одному то есть это вообще как бы два разных мира физические страницы и виртуальной страницы вот это как бы ключевой аспект который надо понимать в данном случае вот ну страничная организация памяти с точки зрения менеджер памяти ну тут тоже как бы есть преимущество но это эффективное использование памяти за счет того что не низкая внутренняя фрагментация почти полностью внешней фрагментации как бы отсутствие необходимости где фрагментировать ну то есть как бы тут есть плюсы но пока что когда мы сейчас будем говорить об организации страничной памяти мы сделаем допущение мы подумаем что все страницы виртуальной памяти находится всегда находятся в страницах физической памяти то есть мы пока что не будем думать о том что есть страница которых которые полностью виртуальным но которых нет физической памяти да всегда есть полное отображение пока что нам это нужно для того чтобы как Как бы прийти к процессу объяснения и не отвлекаться на то, что, ах, а вдруг там произошло страничное прерывание, то есть не усложнять задачу. Сейчас важно понять трансляцию адресов, что такое PTE, PFN, PHTable, все-все-все вот эти вот термины, которые нам очень важно знать. Вот здесь, даже не смотря на то, что это как бы теория, но она очень близка к практике, и ее уже следует как бы понимать уже более глубоко. Это не некоторые абстрактные вещи. Так вот, трансляция адресов. Виртуальный адрес состоит из двух частей. Это номер виртуальной страницы и смещение внутри вот этой вот странички. То есть это некоторая такая аналогия база-предел, только еще спущенная на более низкий уровень. Номер виртуальной страницы. Мы его обозначим VPN, Virtual Page Number. На самом деле, что это такое? Это, как всегда, индекс в таблице страниц. Значит, таблица страниц обозначается английским термином Page Table. Тоже основополагающий термин. И еще один термин. Вот в этой таблице страниц есть, соответственно, ячейки, которые вот номер вот этой виртуальной страницы, это индекс в таблице, который указывает на ячейку, в которой записано некоторое значение. Так вот, это значение называется PTE, Page Table Entry. Оно содержит в себе номер фрейма. Так вот, фрейм, Page Frame Number, PFN, это номер физической уже страницы. Поэтому на этом слайде у нас куча терминов. Их достаточно, может быть... Но оно же еще в реальности не так, потому что у меня одна эта таблица страницы. Да, вот мы сейчас это все посмотрим. Но вот даже я встречался просто много людей, которые как бы понимают, что такое виртуальная память, как это организовано. Но когда их спрашиваешь, в чем отличие, что такое Page Frame Number, и в чем отличие от VPN, от номера виртуальной страницы, они начинают пус. Ну, и эта страница, и эта страница, и эта номер страницы, и эта номер страницы. А вот здесь-то почему этот термин пошел еще издалека, издавна. И вот он как раз и позволяет нам судить о страницах физической памяти, это одна сущность, и страницах виртуальной памяти, это вторая сущность. Ну и такие вещи, как ПТЕ, они на самом деле в низкоуровневом программировании, в программировании операционных систем тоже очень часто встречаются Вот Смысл таблицы страниц очень простой Когда вы знаете уже все вот эти термины, то мы можем сказать просто Ну, таблица страниц, она отображает VPN на PFN Все как бы гениальное, все просто Вот Но расшифровывая, что да, на каждой запись в таблице страниц, соответственно, на одну запись виртуального адреса вы просто виртуальной странице То есть она задает отображение, какая виртуальная страница памяти соответствует какому фрейму физической памяти Кстати, а вот это самая глубокая разница между страницей и фреймом? Глубокая разница, потому что страница в виртуальной памяти это одно, а страница в физической памяти это фрейм А можно сказать, что фрейм это страница в физической памяти? Да, да, это именно так и есть Так вот, я так думаю, вот эту картинку вы уже видели, наверное, не один раз, я прав? По вашему глубокому курсу НУПа, я думаю, вы должны были это все рисовать Ну, может быть, называя это другими именами Только там картинка, есть в вас больше? Да, есть гораздо больше А я люблю всегда начинать с основ Потому что всегда лучше идти от простого к сложному, чем от сложного к простому Хотя... Нет, сначала тоже PDP-11 было, там тоже было страны, но там оно немножко проще Я наслышан про PDP-11 и его плюсы с точки зрения обучения, я их полностью поддерживаю Сразу на Интеле вообще писать? Ну, я думаю, писать на Интеле в машинных кодах было бы несколько сложновато Ну, да, учитывается, потому что там все через... Почему? А, достаточно... Там нечитабельно совершенно машинных код получать А, в плане, да, ну, когда у вас на столе будет лежать несколько книжек По полторы тысячи страниц Потому что там инструкции записываются? Да, да, переменные длины, все как бы это совершенно неочевидно А, если адрес какой-нибудь присоединится? Да, да, поэтому испытать все удовольствие от PDP-11, я так понимаю, вы уже его испытали Я за вас рад в этом плане Так вот, вернемся к трансляции адресов Вот у нас есть виртуальный адрес, состоящий из двух частей Соответственно, номер виртуальной страницы По нему идет поиск в таблице страниц Находится номер фрейма Он составляет одну часть физического адреса Смещение берется напрямую Это вторая часть физического адреса И по вот этому же адресу осуществляется поиск уже физической памяти и доступ к данным Здесь все очень-очень просто Вот Следующая картинка у меня покрасивее Значит, то, как отображаются наши адресные пространства Допустим, у нас есть два процесса в системе Процесс 0, процесс 1 Вот у процесса 0 есть таблица страниц С двумя страничками У процесса 1 с четырьмя страничками И мы видим, что они могут отображаться вообще говоря как угодно Вплоть до того, что две виртуальных страницы разных Двух процессов могут отображаться на одну физическую Вот до чего может доходить И зачастую это очень бывает полезно Ну как-то же надо процессом изменяться Да То есть, ну Простор как бы для всяких манипуляций здесь просто огромный И в этом состоит вся прелесть этого виртуального адресного пространства Пример Рассмотрим Я так думаю, вы уже это все, конечно, прорешали настолько, что у вас все это до автоматизма доведено Но тем не менее Допустим, у нас 32-битная разрядность адресов Размер страницы 4096 байт Типичный Впн у нас длиной 20 бит А смещение 12 бит Итого получается, как не трудно догадаться, 32-битный адрес Возьмем для примера вот такой вот адрес виртуальный Как он преобразуется? Я его красиво раскрасил, чтобы наглядно видеть Что вот это вот, это у нас номер виртуальной странички А вот это вот 323, это смещение внутри виртуальной странички Вот, соответственно, мы его разбиваем Идем в некую нашу таблицу страниц Видим, что там по индексу 43456 находится значение фрейма 1002 в 16-ти речной системе И получаем физический адрес, физической памяти 12-323 Все достаточно просто Так вот, раз у нас есть таблица страниц Которая содержит вот это преобразование Вполне логично было бы А почему бы нам не воспользоваться тем, что она у нас просто есть И нагрузить ее дополнительными функциями Такими, как, например Можно туда добавить защиту доступа Туда можно добавить до всякую дополнительную вспомогательную информацию Как пример То есть используется это в виртуальной странице или нет Был ли к ней когда-либо осуществлен доступ или нет Бывали в нее произведена запись после того, как она была выделена или нет Вот для всего вот этого Поэтому вот этот термин PTE настолько важен Почему я на него обращаю внимание Таблица страниц из простого отображателя из одного в другое Превратилась уже в сложную структуру данных В которой начинает использоваться множество всяких дополнительных полей Вот потом, когда мы дойдем до менеджера памяти в NT Мы увидим, насколько они сильно используют вот эту PTE Для хранения там всякой дополнительной информации Все это нужно, чтобы сделать, чтобы, во-первых, сохранить память для других, собственно, для процесса И второе, чтобы это все было делать быстро Чтобы не иметь там с десяток таблиц разных там Как используется память там здесь там Еще там какие-то списки вести А все по возможности хранить внутри прямо этой таблицы PTE Такая была тенденция Она, в принципе, есть и сейчас Вот Если мы посмотрим на запись PTE То мы увидим, например, как она отображается Что сюда можно, что здесь можно сохранить Ну, допустим, сам номер фрейма как основной Это, да, как основная нагрузка Но еще по битикам мы можем сохранить Бит валидности То есть может ли использоваться данная запись PTE Мы можем там ввести битик R Был ли доступ к этой странице Мы можем ввести битик M Бывали ли страницы модифицированы Потом ввести битовую маску P-Protection Какие операции со страниц разрешены То есть есть ли доступ на чтение Без присутствия оперативки Да, да, да То есть туда загружено уже столько всего От того, что от первого того, что отображение номера страницы к номеру фрейма Уже перешли к тому, что это стала вот такая вот мега структура данных Так вот, ну еще раз обобщим Преимущество страничной памяти Легко выделить физическую память То есть введен список свободных фреймов Выделить фрейм, удалить его из списка свободных Соответственно все очень просто Внешняя фрагментация не является проблемой Так как фрейм одного размера Ну и естественный подход к виртуальной памяти То, что память может вообще-то быть И страниц виртуальной памяти могут вообще-то говоря отсутствовать А программе все равно предоставляется, что там вот есть адресное пространство Вот, ну недостатки это может быть внутренняя фрагментация Так как все-таки, когда процесс запрашивает память Он может запросить 12 байт А ему выделится там вся страница Вот Но все-таки по сравнению с размером адресового пространства Все, размер странички очень маленький То есть гранулярность хорошая Ну и еще недостаток это накладные расходы при обращении к памяти То есть нужно же, вот как видим Для того, чтобы иметь доступ Да, нам нужно обратиться вначале сюда Сформировать физический адрес А потом обратиться сюда То есть это не так просто, как если бы иметь обращение напрямую к физической памяти Но, как всегда, решение это аппаратное Это аппаратный кэш, это TLB, трансляционный лукасай баффер Ну, а еще есть недостаток Который... Это еще раз что такое? А это тот буфер, который внутри процессора Который вот эти вот обращения Ну, фактически кэширует таблицу страниц Это кэш таблицы страниц Он позволяет физически не обращаться А, то есть просто взяли табличку страницы Ну, в некотором роде так, да Так вот, какой еще есть существенный недостаток? Это вот большой объем памяти Требуемый для хранения самих таблиц страниц Вот смотрите, очень просто Берем 1 ПТЕ на 1 страницу в виртуальном адресном пространстве Да, очень просто 32-битное адресное пространство Со страницами 4 килобайта Ну, то есть это реальный пример x86 архитектуры Потребует нам 2 в 20-й ПТЕ То есть 1 миллион 48 тысяч 576 За эти записи ПТЕ Каждый ПТЕ занимает 4 байта 32 бита, да Поэтому Выходит, что На каждые 4 гигабайта адресного пространства У нас выйдет 4 мегабайта памяти Потратится только на таблицу страниц Теперь Представим Вот в каждой операционной системе сейчас У каждого процесса Своё виртуальное адресное пространство Соответственно Нужны отдельные таблицы страниц Для каждого процесса А у вас 80 процессов в системе Да Поэтому даже если 25 Перемножим на 4 То получится у нас 100 мегабайт памяти Съест только одни таблицы страниц Но Используя Разум Можно сказать А давайте таблицы страниц Тоже разместим в страничной памяти И тоже организуем их странично А потом ещё раз Да, и ещё раз А уж потом я вам буду рассказывать Про гиперпространство Которое отображается само на себя Независимо от виртуального адреса И это будет ещё круче Но это будет потом Так вот Поэтому Как бы весь смысл Ухищрение Использовать нужно Это недостаток Но Недостаток Который решается сейчас Ничего лучше Как бы не придумали А вот по поводу того Почему не придумали ничего лучше Есть ещё один такой Интересный раздел Называется Сегментация То есть Сегментная Адресация памяти То есть Ну вот Как бы Страничная организация Она решает разные проблемы Фрагментации Она представляет Адресное пространство Как линейный массив Байтов Там Страница одного размера Как я уже сказал Наверное 10 раз Вот Ну и таблиц Страниц Использовать Касалось бы Как бы всё хорошо Но Сегментация Что нам Позволяет Как бы Лучше представить Да Вот с точки зрения Страничной организации Не важно вообще Какие данные Вот кусочек Выделился 4096 байт И такими кусочками Можно набирать себе Сколько угодно А сегментация Подходит Более продвинута Она говорит о том Что Есть разные Логические Сегменты памяти Логические блоки Например Это стек Вот он там От такого-то Размера До такого-то Есть код программы У него там Свой набор Прав доступа У него свой Размер У него Свои Свои расположения Есть там Куча для Динамической памяти Программы Всё бы это Это как бы Логически Раздельные блоки Памяти Их не нужно Вот мешать В одно Поэтому Как бы Следующим Таким вот Мыслью было А давайте Разделим Всё это Давайте Введём Виртуальный адрес В таком виде Как В виде пары Сегмент Смещения Зачем? Позволяет Разделить Разные участки Памяти В соответствии С их Назначения Размер У сегментов Тоже динамический Ну и Два варианта Один Сегмент На процесс Переменный Раздел Ну и Много Сегментов На процесс Это Сегментация Аппаратная Поддержка Знакомая Нам Уже Знакомая Нам Пара База Предел Регистров Только в данном Сочи Она уже Одна Пара На каждый Сегмент Сегменты Идентифицируются Номером Являющимся Индексом В таблице Я так думаю Что вы уже По предыдущему Опыту Уже Выучили Что В операционных Системах Куда не Посмотри Там буквально Как только Не возьмем Идентификатор Это Оказывается Индексом В некоторой Таблице Вот Но все Это ради Скорости Сделано Вот Виртуальный Адрес Вот Как я сказал Это Пара Сегментов Смещения Физический Адрес Это База Сегмента Плюс Смещение Ну Недостатки Все Которые Мы уже Рассмотрели В Организации Памяти Разделаны Переменной Длины Внешней Фрагментации Там Еще Куча Всего Естественно Как Вы могли Б уже Заметить Лучшим Может Быть Организация Этих Двух Подходов В один Иерархический То есть Давайте Объединим И страничный И сегментный Архитектуру Икс 86 К счастью Нашему великому Поддерживает И то И другое Сегменты Можно использовать Для управления Логическими Двухами Они обычно Большие В них Там Множество Страниц Помещается Ну а Каждый Сегмент Разбиваем На странички И Имеем Свою Таблицу Страниц Для каждого Сегмента Но Вот Несмотря на то Что Как бы Я все это Красиво Рассказал Все преимущества Сегментов Но на самом деле Сейчас В операционных Системах Достаточно Ограниченно Применяются Эти сегменты То есть Ну вот Как пример Если Привести Линукс То это Один сегмент Кода Ядра Один сегмент Данных Ядра И Соответственно Один сегмент Кода Пользователей Один сегмент Данных Пользователей А внутри Эти сегментов Организуется Страничная Организация Да То есть Ну Винти В принципе То же самое То есть Там не Используется Такое Что Там Вот у нас Есть Сегмент Там В нем Там Стрек Распоряд Просто Нет Я бы сказал Так что Да Это Упрощает Лойку И На самом деле Вот Больше Логическое Разбиение Пока Как бы Оно Даже Не Потребовалось То есть В принципе Даже Для Микроядер Как бы В принципе Хватает И так А так Сегменты Есть Ну Вот Их Достаточно Много Этих Сегментов Там Но Вот Такой Насущной Потребности Чтобы Вот Это Обязательно Так Вот Все Разделить В принципе Нет Инти Использует Еще Один Сегмент Для Хранения Своей Внутренней Информации Там Сегмент Который ФС Обычно Схраняется Но Это Мы Как бы Посмотрим Отдельно Вот Ну Что же Я Наверное Скажу Что В темпе Мы Все Достаточно Рассмотрели Поэтому На этом Завершаемся Какие-то Вопросы Пожалуйста Давайте По какому Вопросу По поводу Лабораторной Работы Или нет Нет По поводу Того Как Экции Яндекса Ребята А Ну Да То есть Это Либо Самим Этим Заним Либо Может Это Им Интересно И Они Просто Да Это Требует Монтажа У нас Это Больше Скорее Просто Запись Можно Просто На Вашем Монтбуке Писать То Что Вас Показывается Саймер Замещать И Звук Накладывать Возможно Звук Я Согласен На самом деле Как Говорил Это Много Раз Присыл Много Человек Все Все Вновь Не Видно То Что Ты Снимаешь Проектор В Освещении Что 8% Занимает Слайд И 20% Человек Еще Смотрит На Лектор Красивые Люди И Тут Вообще Когда Ты Видишь Слайд Лишка Лишка